Все на субботник. Так начали свой день жители и работники учреждений района в минувшую субботу. На площади перед администрацией собрались все, кому небезразличное экологическое состояние района. Собравшиеся решили внести свой вклад в поддержание благоприятного экологического климата. Как всегда, активными участниками субботника были все отделы районной администрации. Коллеги, осталось ровно 13 дней до 1 сентября. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки шли в школу по уютным, красивым, ухоженным улицам. Поэтому я вас прошу, давайте мы сегодня качественно отработаем, пока еще погода позволяет. Субботник прошел по инициативе под патронатом главы администрации района Адама Джарима. Вместе с заместителями он посетил школу 43, где активно идут работы по подготовке к открытию. Здесь убирать мусор, сажать цветы и деревья, белить, красить, обрезать ветки и деревья собрали все. От самых юных жителей до муниципальных работников. С энтузиазмом участники субботника принялись за работу и на центральной улице Ленина. Обновили фасад районной библиотеки, облагородили клумбы, подметали, убирали, делали все, чтобы станица выглядела красивой и ухоженной. Каждый смог убрать территорию возле своего предприятия, у дома собрать мусор у соседей стариков. Прошлись убирающиеся и вдоль дороги улиц Таманской. Обрезали ветки деревьев и кустарников, побелили столпы и деревья. Субботник объединяет людей, невзирая на возраст и занимаемые должности. Такие мероприятия помогают людям сообща навести порядок, избавиться от мусора, облагородить территории, придать нашим улицам цветущий облик. Необходимо, чтобы благоустройство стало для станичников образом жизни, повседневной заботой всего населения. Если каждый посадит дерево, поселения станут намного красивее. Хочется верить, что каждый житель района внесет свой посильный вклад в экологическое состояние своей малой родины. На борьбу с огнем всем миром. В субботу 18 августа в станице Убинской произошел пожар. По предварительным данным, возгорание возникло от непотушенного окурка. Огонь быстро распространился на ближайший лесной массив. Жители станицы начали тушение своими силами, используя подручные средства и воду из частного домовладения. Первым из официальных лиц на место происшествия приехал глава азовского поселения Алексей Подобный и принял активное участие в тушении. Пожарный расчет приехать так и не смог. В тот самый момент команда Северской пожарной части ликвидировала еще один очаг возгорания, но уже в станице Северской, на лакокрасочном заводе. На помощь жителям приехал водовоз. На сегодняшний день в Северском районе работают только две пожарные части. Пожарный расчет из станицы Азовской может работать только на основании заключенного договора. Опасность возникновения пожара на территории Краснодарского края и Северского района в частности за последний месяц существенно возросла. Способствует этому засушливая погода, сильный ветер и человеческая невнимательность. Любой оставленный мусор, неосторожно разведенный костер или битое стекло могут стать причиной серьезного бедствия. МЧС России просит всех граждан быть внимательными и соблюдать чистоту на своих придомовых территориях и за пределами населенных пунктов. Своё 130-летие отпраздновало село Михайловское. Как и полагается, юбилейную дату отметили с размахом. В сквере возле площади каждый желающий мог познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного искусства и истории села Михайловского, представленного на фотографиях разных лет. Радовались гостям в Михайловском подворье. Здесь, как и полагается, их встречали хлебом с солью и раздольными кубанскими песнями. Я хочу поздравить всех жителей нашего села, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов, село Процветай, с юбилеем! Я сама с Петро-Ананевского, в школу здесь ходила, выросла, сейчас уже, конечно, я выросла, вышла замуж, в Краснодаре сейчас живу. Ну, приехала, так получилось, что попала сюда. Очень нравится, конечно, не ожидала я, что много людей, интересно, конечно, выставки народного, так сказать, творчества. Мне очень нравится. Ну, мы очень рады, что нам 130 лет, то есть нашим мужчинам. Мы решили приехать тоже в полетичь, да, и вместе со всеми нашими жителями отметить этот праздник. На празднике не забыли о самых маленьких гостях. Рядом с площади расположилась детская площадка с аттракционами. Главным же украшением праздника стал концерт. История села Михайловского берет свое начало в конце 19 века. С 1868 года на этих землях располагался хутор Красницкий, принадлежавший генералу Красниченко. С 1886 года генерал стал продавать свои земли. Осенью этого же года сюда прибыли несколько жителей села Мычены Черниговской губернии. Места им понравились. Вернувшись домой, они рассказали об увиденном своим односельчанам. На сходе приняли решение всем селом переехать на плодородные земли Кубани. А вот свое название село получило от имени купца Михаила Каравянского, помогавшего в строительстве церкви. Сегодня село Михайловское – это административный центр Михайловского сельского поселения, насчитывающего свыше 2000 человек. Хочу вам всем низко поклониться, поздравить вас с этим юбилеем, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, достатка мира, добра и уюта вашим семьям. Спасибо вам за труд, спасибо вам за отношение к своему селу, к своей станице, к своему району, к своему краю и нашей великой страны. Продолжилось мероприятие отчестным старожилов, юбиляров, многодетных семей и всех тех, кто унес неоценимый вклад в развитие села. По официальным данным Управления социальной защиты населения в Северском районе, ежемесячные выплаты на первого ребенка уже начали получать 114 родителей. Право на получение этой субсидии имеют граждане, родившие или усыновившие ребенка в 2018 году. Ежемесячные выплаты на первенцы составляют 9845 рублей. Из федерального бюджета на эти цели в этом году предусмотрено 737 миллионов. Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало до того, как ему исполнилось полгода. В остальных случаях выплата будет назначена с того дня, как обратились. На поддержку имеют право семьи со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а это 16711 рублей. Поддержка предусматривается до достижения ребенком полутора лет, однако первый период выплат рассчитан на год, после этого нужно вновь подать заявление и документы. Подробную информацию о порядке оформления и получения выплаты родители могут уточнить в многофункциональном центре и управлении социальной защитой населения в Северском районе. Более 20 лет наша страна отмечает 22 августа день государственного флага Российской Федерации. И хотя сегодня сам праздник не является выходным днем в нашей стране, но уже традиционно к этой дате приурочено множество мероприятий. В этот день в летнем кинотеатре парка Станицы Северской в половине десятого состоится концертная программа. Далее в игровой программе «Российский триколор» на танцплощадке участники познакомятся с биографией флага России, прошедшего непростой путь. В осень вечера жители и гости района в летнем кинотеатре смогут посмотреть художественный фильм. Данные мероприятия направлены на воспитание, гражданственности и патриотизма. Независимо от вероисповедания, национальности и цвета кожи, все россияне в этот день чтят и уважают официальный символ своей страны, узнаваемой по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова